Ребята, всем привет и сегодня вышел долгожданный 12 сезон... Ребята, всем привет, сегодня вышел долгожданный 12 сезон и PopCat его... Ребята, всем привет и сегодня наконец-то вышел долгожданный 12 сезон. Сегодня снимем на него обзорчик и со мной сегодня БМТ Флопа и PopCat. Всем привет. Они сегодня предоставят мне машинки, которые мы будем обозревать, чтобы было легче. Я сезон ещё не прошёл, но так как Попкет прошёл его полностью, мы сегодня сделаем на него обзор. Итак, начнём с первой награды, это диски за 100 трофеев. Давайте их примерим на мою формулу. S012 ставим, и вот, вот такие вот они прикольные. Они у нас, значит, карбоновые, получается, полностью диск. Я этого раньше не замечал. Все сказали, что диски имба, и на формулу они очень-очень идут. Да, Попкет их до сих пор не дали, сегодня был какой-то баг, при котором половина игроков просто не получила. Ладно, хора смеяться. Давайте переступим к формуле, потому что она следующая награда. Вот её характеристики, она стоит 377 тысяч долларов. Как по мне, очень кайфовая машинка. Следующая у нас формула 1972 года рождения. Формула 1972 года рождения. Следующая машинка, это формула 1972 года. И сразу покажу на неё в рапсик, он из гранатного паса, это следующая награда. Вот такой вот в рапс с циферкой 12 и с жёлтой обводочкой. Как по мне, выглядят они достаточно круто. Её характеристики у вас на экране, а мы двигаемся дальше. Следующая у нас формула 1991 года. Она выглядит очень круто, в таком вот зелёно-синем цвете она давалась. Вот такая вот прикольная, по управляемости вообще классная. Характеристики у вас на экране. Следующая формула за целых 5000 кубасиков, это формула 1998 года. Она такая вот простенькая, миниатюрная, тоже хорошая по управляемости. Как по мне, реально годная формула. Характеристики у вас на экране. Ну и последняя формула, это формула 2014 года. Как по мне, самая-самая красивая в сезоне. Посмотрите на все её формы. Причём она в таком гладко-сером цвете, с этими голубыми вставками. Это очень-очень круто выглядит. Она достаточно большая, кстати, но выглядит просто шикарно. Характеристики у вас на экране. Итак, ребят, сейчас я вам покажу самый-самый хороший способ заработка кубасиков. Это, конечно же, на гонке 12 сезона, на новой гоночке. Каждая гонка, которая выходит вместе с сезоном, она даёт вам больше и больше кубасов. То есть она самая прибыльная. А мы, тем не менее, стартуем. Здесь вот такой вот поворотик. И приезжаем обратно. Вот так вот. Дали мне 18 кубасов, но это потому, что мы проехали только один круг. А я вам советую всегда садиться за 5 кружечек. Если вообще на гонке весь сервер, то есть 15 человек, то за первое место вам дадут 112 куб. Ну или около того. Следующее место для фарма, это, конечно же, дрифт. Если у вас есть топ фейл за седьмой сезон, либо же фаникарно, не просто более удобно, то берёте их, заезжаете сюда и нажимаете стартовать. 3, 2, 1 и поехали. Перед тем, как сразу начать дрифтить, выбираем нужную нам траекторию, нажимаем немного пробел и понеслась. Посмотрите на мои ПТСки. 3, 2, 4, просто уи. Улетаем просто в космос. Набираем 22 тысячи и можно останавливаться. Вот так быстро мы с вами заработали ПТСки. Итак, у нас остаётся считанные секунды и мне дали 25 кубасов. То есть можем предположить так. Либо вы проезжаете тут 2 гонки за 25 кубасов, то есть это примерно 2-3 минуты, и получаете 50 трофеев. Либо вы можете потратить от 4 до 5 минут, но при этом заработать от 70 до 100 кубков. Выбор за вами. На данный момент, ребята, это самые выгодные способы фарма, поэтому пользуйтесь именно ими. Советую, конечно же, гонку 12 сезона. Ну что, дорогие друзья, вот был и обзор 12 сезона, ну и все способы фарма кубков. Если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Напоминаю, телеграм внизу для поддержания связи. Всем до новых встреч, пока, пока, пока.